Сегодняшняя проповедь Обычно я по воскресеньям стараюсь не давать много мест из Библии, мы больше изучаем Библию по четвергам, но сегодня мы возьмем мест Писания больше, чем обычно, потому что мы сегодня с вами будем говорить о трех важнейших христианских истин, трех важнейших библейских истин. И я абсолютно убежден, что усвоив эти три истины, вы будете блаженными, благословенными и счастливыми людьми на этой земле. Сложность этих истин, что вроде бы они так понятны и так просты, но простое нередко бывает обманчивым, потому что мы не уделяем простым вещам должного внимания и в итоге очень много теряем. Я помню, как в свое время я учился в школе, я учился в математической школе, и преподаватель говорил, что у меня очень большие были способности к математике, но проблема в том, что он какие-то сложные задачи решает один из самых первых, а на простых каких-то заданиях ему это все равно, он не обращает на них внимания, и решая правильно сложные задачи, он делает ошибки в простых задачах и в итоге как бы оценка не такая, какую он мог бы иметь. То есть вот то, что мы не обращаем внимания на простые вещи, на простые задачи, приводит к тому, что мы в своей жизни не переживаем того, что Бог желает, чтобы мы переживали, и не имеем тех благословений, которые Господь нам приготовил. И поэтому то, что мы будем говорить с вами сегодня, то, о чем мы будем говорить, это, я считаю, очень важные-важные вещи, и они коварные, потому что кажутся на первый взгляд очень простыми, мы не уделяем им большое внимание, и в итоге мы несчастливы, в итоге мы ходим удрученными, огорченными, у нас очень много вопросов и очень много непонимания. И вот эти три истины. Самая первая истина, о которой я хотел бы сегодня поговорить, я называл ее так, приобретение довольства. И давайте откроем сначала место из Ветхого Завета. Это книга-притч, 30-я глава. Здесь дается учение Агура. Я нередко слышал, как проповедники, особенно такие проповедники процветания, преуспевания, смеются над этими словами, над Агуром, говорят, Агур что-то там не понимал, какую-то глупость написал, все совсем не так. Я помню, когда был молодым пастором, тоже подражал этим проповедникам и тоже как-то ерничал над Агуром. Но с годами я понял, что это не Агур чего-то недопонимал, это недопонимал я и эти проповедники. Сегодня, слава Господу, я прихожу к этому пониманию, о котором здесь пишет Агур. И вот смотрите, притча, 30-я глава, 7-й стих. Двух вещей, пишет Агур, прошу у тебя. Это обращение, конечно, к Господу. Не откажи мне прежде, нежели я умру. То есть то, о чем мы сегодня говорим с вами, это, конечно, касается нашей земной жизни, нашего земного бытия. Суету и ложь удали от меня. Казалось, это вот понятно. А дальше. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. И вот, казалось бы, какие-то смешные вещи. Нищеты и богатства. Ну, понятно, нищеты. А богатства-то как же? Мы все хотим быть богатыми, у нас всех большие мечты, мы к ним идем, мы к ним стремимся. Что-то, может быть, Агур недопонимал. Но в действительности драгоценные он очень хорошо понимал. И вот когда он пишет вначале о суете, которую он хочет, чтобы Бог от него удалил, это неразрывно связано вот с его просьбой нищеты и богатства не давай мне. И вот у нас в синодальном переводе сказано так. Питай меня насущным хлебом. Интересно, что дословно этот текст звучит так. Послушайте. Чтобы я был доволен тем, что у меня есть сейчас. И вот здесь в Септуагинте, в греческом тексте Ветхого Завета, стоит слово аутаркеяс. Аутаркеяс означает достаточность. То есть умение быть довольным своим положением. Слово означает, когда вот человек удовлетворен. И вот смотрите, Агур говорит, что Бог, я прошу, помоги мне быть довольным тем, что я имею. То есть быть удовлетворенным тем, что у меня есть. Согласитесь, это довольно необычная молитва, потому что когда мы молимся, мы-то как раз просим большего чего-то. Помоги, дай, благослови. А Агур молится, Бог, помоги мне быть довольным тем, что я имею. Быть довольным тем, что у меня есть сейчас. И именно вот это слово, которое здесь стоит довольным, аутаркеяс, использует апостол Павел в первом послании к Тимофею в шестой главе. Знаменитые слова, первое Тимофею 6.6. Здесь великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы, поясняет апостол, ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Мы приходим в этот мир без вещей, без сумки, без портфеля, даже без маленькой сумочки. Слава Богу, мне Господь дал мудрости. Я все-таки во время рождения нашего последнего ребенка присутствовал при родах. Ведь для меня это было такое переживание. Я бы, честно говоря, всем мужьям советовал быть во время родов своей жены. Я долго этого сам не понимал, думаю, зачем. Помочь я ей ничем не смогу. А переживания выше крыши. Нередко говорят, мужья там и в обморок падают, и все. С ними случается. Но потом я, когда сам присутствовал на родах нашего уже сына Жени, я понял, что я очень много могу помочь. А к тому же там, когда моя супруга рожала ночью, и в эту ночь как-то очень много родов было, и в общем врачей на всех не хватило, и я не просто там присутствовал, я прямо скажем участвовал в этом. Принимал ребенка, и первый, кто его обнял, это был я. И что интересно, когда дети рождаются, они плачут всегда. Я говорю, он плачет. Так вот, мой сын не плакал. И я понял, почему. Потому что он увидел мужчину, чего плакать. И одна из вещей, которые я понаблюдал, он пришел в этот мир без всего. Ему не было ни бабочки, ни ботинок, ни портфеля, ни шапочки. Все это он уже получил сразу по приходу. И точно так же Павел говорит, мы ничего из этого мира не унесем. Точно так же. Хотя, конечно, там тебя уже нарядят. Красиво. Но с собой ты это не заберешь. Это останется в земле. И вот Павел говорит, имея пропитание, 8 стих, и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствии и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Вот вы знаете, это учение, которое здесь излагает апостол Павел, очень не соответствует современным ценностям этого мира, где много говорится о целях, об успехе, о достижениях. И это тоже самое приходит в церковь, где очень много проповедей «давай, стремись, иди». Как будто вот вся наша ценность жизни чего-то там достигать, получать, зарабатывать, конечно, все для Господа, но как бы в радость себе. Так вот, здесь Павел говорит, что, конечно, его, может быть, учение выглядит, как, знаете, такое самоутешение. Вот я мало что имею, но, слава Богу, я за все благодарен. Но это не самоутешение, это величайшая истина. Конечно, Библия не учит нас, что мы ничего не должны делать, но Библия говорит, что наше удовлетворение должно быть не от наших достижений, мы должны довольны быть тем, что имеем сейчас. И это довольство не является само собой разумеющейся вещью. Потому что, Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Люди думают, что приобретение приводит к довольству. Чем больше я приобрету, тем больше я буду довольным. Но это не так, потому что само довольство является приобретением. Человек живет там в съемной квартире, и он платит каждый месяц там каким-то людям посторонним, и он думает, вот как же я так вот каждый месяц столько денег отдаю чужим людям, свои кровно заработанные деньги, нет, мне нужна своя квартира, потому что в съемной там и ремонт нормальный не сделаешь, все чужое, и не обставишь так, как я хотел бы, все чужое. А вот была бы у меня своя хотя бы маленькая, и вот он приобретает, предположим, комнату, и казалось бы, он доволен, нет, не доволен, потому что что это такое, комната одна, а туалет общий, ванна общая, неудобно, только соберешься помыться, там кто-то сидит, вот если бы у меня была своя уже, не комната, а своя полноценная квартирка, вот тогда я буду довольный, вот проходит время, у него своя квартира, что он доволен, нет, не доволен, он не доволен, ну, конечно, своя, да своя, да маловато, хочется, чтобы у всех было по своей комнате, а у нас что? Одна комната, ссоримся с женой, разбегаться некуда, так и сидим в разных углах, нам бы хотя бы двухкомнатная, и вот у них, как через какое-то время двухкомнатная, что они довольны, нет, не довольны, потому что вон уже друзья дом приобрели, а я все в квартире, дышу этим ужасным воздухом Екатеринбурга, а вот бы мне свой дом где-нибудь на окраине, чтобы свой садик, свой огородик, вот тогда я буду доволен, и конца края нет нашим желаниям, потому что приобретение никогда не приводит к довольству. Как написано в Ветхом Завете, давай, давай, две сестры, давай, 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 и мы все хотим больше, и мы все хотим больше, хотим больше, хотим больше, и приобрел вроде бы свой дом, а тут, оказывается, надо много чего делать, и недоволен человек, поэтому это великая мудрость, драгоценная, быть довольным тем, что у нас с вами есть сейчас, да, конечно, ставь цели, но не делай свое довольство зависимой от твоих целей и от твоих достижений, не делай, будь доволен тем, что у тебя есть, и апостол Павел не просто учил об этом, он сам жил так, вот смотрите, послание к филиппийцам, 4 глава, 10 стих, Павел уже о себе свидетельствует, он говорит, я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне, вы прежде заботились, но вам не благопривятствовали обстоятельства, Павел любил не обвинять других, вы обо мне мало заботились, потому что жадный очень, нет, он говорит, вы прежде заботились, ну, как-то вот у вас тяжело было, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я, смотрите, научился быть довольным тем, что у меня есть, мы знаем, апостол Павел не был пассивным человеком, он был тот, кто стремился куда-то, шел, действовал, его служения развивались, после первой миссионерской поездки он организовал вторую, после второй третью, но при всем этом, Павел говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть, умея жить в скудости, умея жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе, очень часто мы вырываем какие-то слова из контекста, вот эти красивые слова 13 стиха, все могу, выкрепляющим меня Иисусе Христе, и вот это вот такое, все могу, все могу, но апостол Павел это предложение вставляет в его мысль, все могу, то есть могу быть довольным, что бы ни происходило в моей жизни, изобилие, я довольный, скудость, я довольный, насыщаюсь, довольный, голод, тоже довольный, обилие, я довольный, недостаток, Я тоже довольным. И не потому, что Павел был таким пессимистом, или у него не было веры. Просто мы должны понять, что изобилие и скудость, насыщение и голод, обилие и недостаток, все это неизменные части нашей жизни. Но не бывает в жизни только изобилия и благословения состоящего. Есть и недостатки, есть и скудости. Поэтому нам важно избавиться от ложной идеи, что нам чего-то не хватает для счастья. Вот чего-то нам не хватает. Вроде все хорошо, но чего-то нам всегда не хватает. И у нас есть такой стереотип, что идеальная жизнь – это жизнь легкая и безболезненная. А у нас сейчас жизнь нелегкая и трудностей много, поэтому довольны мы такой жизнью быть не можем. Но когда наша жизнь изменится, и она станет легкой и безболезненной, вот тогда мы будем довольны. И такая жизнь не наступает никогда. Нет такой жизни. Нет. Потому что в нашей жизни есть как победа, так и боль. И мы сразу думаем, победа от Господа, боль от дьявола, да ничего подобного. Бог допускает в нашу жизнь боль. Почему? Да потому что и боль нужна, и скудость нужна, и недостаток нужен. Я в прошлом воскресенье рассказывал вот этот пример с мышцами, как у человека, который тренируется в спортзале, растут мышцы. Человек берет какой-то определенный вес, и мышечные волокна получают, они разрываются, то есть они получают микротрещины. Это боль. И для того, чтобы вот эти микротрещины заросли, организм работает, и это вот место утолщается. И в итоге мышца растет. И рост мышцы происходит через определенные травмы, определенные невидимые, но реальные боли внутри твоей мышечной ткани. Не будет этих разрывов, не будет боли, не будет расти мышца. И это очень применимо для нашей духовной жизни. Через боль растет наше сердце. И случайно, вот я говорил в одном из современных переводов, стиха из книги «Притч», сказано, что боль способна изменить человека изнутри. Я не говорю, что любая боль приводит к благословению. Важно, как мы это воспринимаем. Боль может привести, наоборот, к отчаянию и к озлоблению. Но если мы правильно воспримем, то через это мы переживем благословение. Не случайно Библия говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. И пока ты избегаешь боли, убегаешь от боли, ты не сможешь расти и не сможешь развиваться. В нашей жизни, в жизни нашей семьи мы видели, что именно проходя через боль, через долины смертной тени, через трудности, у нас приходило больше сострадания к другим, мы их больше понимали, больше милосердия. Я понял, что мое призвание, как пастора церкви, это не быть таким скачущим по сцене лихим победителем, а быть человеком полным милости, полным сострадания и любви. А это в моей жизни было невозможно, если бы меня самого Господь не проводил через боль. И тогда ты понимаешь тех, кто сам находится в боли. Ты не укоряешь и говоришь, что-то у тебя веры мало, что-то ты молишься плоховато, что-то ты на Бога не уповаешь. Ты любишь этого человека, и только любовь может ему помочь. А не это высокомерное, как у нас у христиан часто бывает, такое наставление свысока. Именно этому мы видим, Библия учит нас, и много мест в Священном Писании. Смотрите, послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Здесь опять апостол наставляет верующих и пишет, имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. То есть много раз в Священном Писании проводится эта мысль, приобретай довольство, будь доволен вот тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Будь довольным. Иначе тебя ждет жизнь постоянно и всем недовольного человека. И о таких людях вот пишет в послании Иуда, в 16 стихе. Иуда, 16 стих, смотрите. Это ропотники ничем недовольные. Вы видели таких людей, которые вот, что бы ни было, они ничем недовольны. Вот что бы ни было, недовольны. Да? Все, что бы ни произошло, все недовольны. Вот собирались мы на Селикоровской, о, что-то далеко церковь забралась, недовольны. Переехали в центр, о, что-то здесь слишком большой зал, акустику никак не могут сделать, недовольны. Сделаем акустику, ты думаешь, они будут довольны? Они всегда всем недовольны и постоянно... Ходят и ропщик, ходят и ропщик. Такие есть и на домашних группах. Люди всегда и всем недовольные. Ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова. То есть они всегда в теории знают, как надо. Он знает все, как надо. Как надо государством управлять, какую нужно международную политику вести. Он, конечно, не знает, как утешить свою жену дома. И она у него ревет все время на кухне. Но как управлять государством? Он профессионал. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. И вот к сожалению, среди христиан немало таких ропотников, ничем недовольных. Вот все не то, пробовать не на те темы, молиться там не так надо, мало молимся. А если молимся много, не о том молимся. Они все знают, как нужно. И недовольны, недовольны, недовольны. Я еще раз говорю, то, что ты доволен, не означает, что ты не хочешь ничего большего. Но твое стремление к большему идет из удовлетворения, а не из-за постоянного недовольства. Потому что если ты сегодня недоволен, то получив больше, ты все равно будешь недовольным. Недовольство или недовольство – это внутреннее состояние. Оно зависит не от ситуации жизни и не от успеха жизни. Оно зависит от того, находишься ли ты в гармонии с Богом и с самим собой. Когда внутри вот есть такая гармония, тогда ты довольный. Тогда ты довольный. Я вам признаю, что, наверное, вот это одно из лично моих проблем. Потому что у меня в жизни нередко бывает так, когда вот мы в церкви готовим какое-нибудь мероприятие или какую-то конференцию, и у меня внутри есть картина, как это должно быть. И когда происходит несколько не так, я уже недоволен, думаю, как же так, вот должно было быть так, а все не так, как это так. И у меня внутри прямо аж... Потом собираюсь в офисе с служителями, на всех кричу, ругаюсь, все чувствую себя виноватыми, и ничего не меняется. Я не говорю о том, что мы не должны менять, не должны стремиться к большему. Я говорю о том, что наше довольство, оно должно исходить из того, что у нас есть. А не из-за того, что у нас могло бы быть. Вот есть и есть, и давайте будем довольны. Скажешь, пастор, ну можно же улучшить. Да, но мы должны улучшать, будучи уже довольными. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Я вот уже, уже довольен. Вот, вот, доволен. Ты вот сидишь, все, доволен. Скажешь, пастор, если бы у нас была бы акустика лучше, я бы твой голос лучше слышал, я был бы доволен. А ты будь доволен сейчас. Тогда представь себе, каким довольным ты будешь, когда мы акустику сделаем. Довольным. Сидишь, довольный. Потому что, пастор, если бы вот рядом со мной такие две красивых девушки сидели, я был такой довольный. А вроде со мной такие братья сидят вообще. будь довольным посмотри вокруг кто тебя сидит скажи слава богу с такими людьми сижу как я доволен и вы знаете вот есть у нас в русском языке слово однокоренное вот есть довольный а и слово удовольствие но это слова хотя бы у них вроде бы общий корень но смысл-то разный потому что человек который не доволен пытается свое недовольство компенсировать удовольствиями постоянным поиском каких-то удовольствий жизни и вот смотрите апостол петр во втором послании пишет второе послание петра 2 глава 13 стих о таких людях которые пытаются быть довольными ища удовольствий смотрите они получают возмездие за беззаконие ибо полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и осквернители они наслаждаются обманами своими пиршествая с вами то есть люди которые находятся в постоянной гонке за удовольствиями он недоволен своей жизни у нас все время какие-то удовольствия 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 павел в послании к титу тоже пишет о таких людях 3 глава послание к титу 3 стих ибо и мы были некогда несмысленны непокорны заблудшие были рабами похоти и различных удовольствий видите он ставит поиск удовольствий наравне с похотью люди которые бегают за удовольствием сегодня мир бегать за удовольствием жили в злобе и зависти были гнусны ненавидели друг друга и выход из этого только один быть довольным тем что бог дает тебе сейчас до строй планы до стремись к чему-то большему но не делай довольство в зависимости от будущего успеха будь доволен тем что есть и это на самом деле внутреннее приобретение когда ты доволен да у меня есть это я доволен бог конечно может дать и больше но мое довольство не от достижений и не от успеха мое довольство от того что я имею сейчас вы знаете как удивительно к довольным людям и приходят реальные благословения а от недовольных они все время убегают чтобы в их жизни не происходило убегают и убегают поэтому будь довольным великое приобретение быть благочестивым и доволен спросил своего ближнего но доволен ты нет тем что у тебя есть или то все время недоволен некоторые недовольные так смотрят нас меня тоже не хотят поворачиваться я не доволен тебе что ты сказал повернуться и не хочу к нему вращаться я не доволен что ты говоришь и общении не доволен когда пастор говорит скажет вам у ближнему я вот недоволен до Туда пришел слушать, а не болтать. Если такие недовольные все время. Я на тебя смотрю с таким лицом, я же доволен. Ну, слава Богу. Хорошо, что пришел. А то бы по телевизору меня смотрел, но я и им доволен тоже, хоть и не вижу их вообще. Всем научился довольным быть. Всем. Представьте, быть вот таким довольным человеком, что может тебя лишить недовольства? А ты всем доволен. Вот и всем доволен. Слава Богу. Почти что, как апостол Павел. Вторая великая истина священного писания. Давайте откроем в Экклезиаста первую главу. Я назвал эту истину так. Мир меняется. Ты скажешь, ну и что? Вот я сейчас скажу, что. Экклезиаст первая глава, четвертый стих. Рот проходит и рот приходит. Кто-то рождается, как мы говорили, кто-то умирает. А земля пребывает вовек. Восходит солнце, заходит солнце, спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется к тому месту, откуда реки текут. Они возвращаются, чтобы опять течь. То есть мир находится в постоянном движении. Мир не постоянен. Жизнь постоянно движется, постоянно меняется. Об этом в свое время еще учил греческий философ Гераклит. Знаменитые слова, что в одну реку не войдешь дважды. Потому что когда ты вошел в реку, то, где ты уже купался, утекло. И сейчас уже, в принципе, другая река. Я помню, когда мы в Петербурге изучали философию в Академии, то мы шутили, когда ты входишь, нельзя в одну реку войти дважды, потому что и река другая, да и ты другой. Ты тоже поменялся. У нас клетки изменяются, да? Мы тоже обновляемся. Были какие-то в голову приходят новые. По крайней мере, к некоторым из нас. И, по сути, каждое утро вы просыпаетесь немножко другим. Вот я заснул, например, у меня такие были гладкие щеки. Проснулся, уже смотрю, бриться надо. Поменялся я. Несколько. Воздухом немного другим дышим. У вас бывало так вот? Открываешь утром там окошко или выходишь на улицу, смотришь. Какие-то выбросы жирокомбината. Я говорю про тех, кто у нас в черемете живет. У вас на Уралмаше, кто живет, ничего не меняется. Все время такой запах. Нас одна сестра обиделась, говорит, Виктор, ты все время про Уралмаш шутишь. Ну а как мне шутить над вами? Ну вы не обижайтесь на меня. Будь доволен. Скажи, пастор шутит про Уралмаш, и мне эти шутки не нравятся, но я доволен. И тут, конечно, знаете, вспоминается притча про царя Соломона. Как царь Соломон был мудрым, но был очень таким человеком, подверженным страстям. Все как-то было не по нему, все ему не нравилось. И он пришел к мудрецу и говорит, мудрец, помоги мне. Вот у меня очень много в жизни выводит меня из себя. Подвержен страстям, эмоции скачут вверх в них. Это в мою жизнь осложняет, что мне делать. И тогда мудрец дал ему кольцо, и на кольце было написано, все пройдет. И он говорит, вот что бы ни было, посмотри на это кольцо, все пройдет. И тогда надел Соломон его на палец, и если там что-то выводил его у себя, он смотрел на перстень, написано, все пройдет. И он успокаивался, думает, хорошо, это все пройдет, нечего тут беспокоиться. И вот он так утешался, утешался, пока однажды его что-то сильно так разозлило. И он смотрел на кольцо, а там написано, все пройдет. Он думает, еще это дурацкое кольцо, с этим глупым все пройдет. Он снял кольцо, чтобы его кинуть подальше, и тут заметил, что со внутренней стороны еще одна надпись. И он прочитал, и это тоже пройдет. Вот вы знаете, в книге пророка Иеремии, 31 глава, 13 стих, вот слова такие образные, пророческие. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноша и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их». Вы понимаете, все в этом мире непостоянно. Скорбь – непостоянно, радость – тоже непостоянно. Но что важно, послушайте внимательно. Осознание того, что все меняется, как это не кажется парадоксально, успокаивает нас. Если в своей жизни ты проходишь через сложное время, через скорбь, помни, это пройдет. Это пройдет. Тебе тяжело, тебе может быть больно. Но понимание, что это пройдет, утешает тебя, не зацикливаться на скорбях и боли, потому что все это проходящее. Как здесь написано, изменю печаль на радость. Пройдет печаль, дорогой, будет радость. Я знаю, что некоторые из вас здесь, сидящих в зале, у вас сейчас трудное время, я вам хочу сказать, это пройдет. Пройдет. Утешься этим. Не бывает печали вовеки. Слава Господу. В то же самое время, когда ты переживаешь радость, ты должен помнить, это тоже пройдет. И это побуждает нас жить настоящим, максимально брать из радости, которой у нас сейчас есть все, потому что есть люди, они даже радоваться не могут, они думают о будущем. Да не думай ты о будущем. Не думай о будущем. Иисус учил довольно для каждого дня своей заботы. Когда хорошо, сконцентрируйся на хорошо. Получай радость, получай наслаждение, потому что и это тоже проходящее. Так живи в настоящем. В былом не знали мы добра, писал поэт Роберт Бернс, не видим в предстоящем, а этот час в руках у нас. Живи же настоящим. Живи вот этим, настоящим живи. Получай радость. Получай наслаждение. Потому что когда мы переживаем радость, мы же понимаем, и радость тоже пройдет. И мы уже начинаем переживать. Хотя понимаем, что все равно эта радость пройдет. Но нужно наоборот, раз радость пройдет, максимально сосредоточься на настоящем моменте, чтобы получить максимальное благословение от той радости, которая у тебя есть сейчас. Мы не можем вернуться во вчерашний день. Об этом, конечно, интересно смотреть фильм «День сурка», где как бы человек снова и снова рождался в одном и том же дне, и в итоге он просто отчлифовал этот день до идеала просто. Интересно, но мы понимаем, во вчерашний день мы не вернемся. Завтрашний день – тоже иллюзия. Не заботься, говорил Иисус, о завтрашнем дне. Это лишь будущее. Туман. У тебя есть только сейчас. Только сейчас. Настоящим. Вот смотрите, в послании к евреям апостол здесь приводит слова из Ветхого Завета, потому что они важны были не только там в псалмах для ветхозаветнего народа, но и для нас с вами. Евреям, 1 глава, 10 стих. «И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, илита твоей не кончится. Мир, в котором мы живем, непостоянен». Библия говорит, однажды Бог возьмет и как старую одежду снимет эту небеса и свернет рулончиком эту землю обветшалую. Все меняется. И послушайте, понимание того, что все меняется, понимание непостоянности, текучести жизни помогает нам расставить в нашей судьбе, в нашей жизни правильные приоритеты. Когда ты понимаешь, что все ветшает, пиджак ветшает, вот эта гарнитура однажды испортится, телефон твой новый, суперский, однажды станет старым, позорным. Я помню, как у меня еще в конце 90-х появился первый сотовый телефон, вот он такой был, здоровый такой, с такой антенной. Я помню, доставал этот телефон такой здоровый, Моторолы еще, по-моему, или Нокиа. Вот, такой был здоровенный. И все так смотрели. Ох, сотовый телефон. Сейчас этим телефоном, мягко говоря, никого не удивить. Только сотрудников музея, может быть, с таким телефоном. Когда ты понимаешь непостоянство всего, то ты понимаешь, что, послушайте, отношения, отношения с людьми, отношения с близкими важнее вещей. Но сколько ты будешь радоваться новой вещи? Сколько ты будешь радоваться новому телефону? Ну, день, два, неделю. Ну, особо упорный месяц. И все. А через год вышла новая модель, и твоя уже устарела, и ты уже не радуешься, а думаешь, как бы побыстрее, и получше бы его продать, и купить новое. А отношения, настоящая любовь, это то, что никогда не обесценится. Никогда не обесценится. Получай благословение от отношений, от любви, вот вы понимаете, новый пиджак принесет мне радость на несколько дней, и все. А вот отношения с моими детьми со мной навсегда. я вот смотрю на нашу младшую дочь, ей уже 13 лет исполнилось. я вспоминаю время, ей было 4, ей было 5, ей было 6 лет. И я понимаю, что вот вроде бы та же самая дочь, а на самом деле уже другой человек. и я всегда говорил, говорю, доченька, пока твой возраст состоит из одной цифры, ты мой маленький сладкий пирожок. Я ее так, помню, жал, и мы так с ней обнимались, и мы с ней любили гулять, она сидела у меня на плечах. А уже сейчас ей 13 лет, я уже ее не могу так тискать. И на плечики не посажу. И вот понимаете, когда я вспоминаю вот то время, понимаю, что вот те моменты, которые у вас есть сейчас с вашими близкими, они не повторятся. Получайте благословение от них. Дети меняются. И пока дети маленькие, наслаждайтесь, потому что, да, они вырастут, но вы уже никогда не сможете переживать то, что вы переживали, когда им 3, 4, 5 лет. А когда мы, знаете, слишком заняты, нам надо зарабатывать деньги, чтобы этих детей обеспечивать. Нам не до отношений. И потом, ну, заработал ты, ну, получил ты, что-то там купил ты. А время прошло, и не вернешь. И то, что те отношения, которые ты мог бы иметь со своими близкими, со своими детьми, там, в 3, когда им 3, 4, 5 лет, уже в 12 их невозможно построить. Все, ушло. И когда я смотрю, например, на свою дочь, да, я вспоминаю наше отношение в 3, в 4, в 5, в 9 лет. Я так благодарен Богу. Сейчас у нас есть отношения, но они уже несколько другие. И я ни секунды не жалею о тех моментах, когда мы были с ней вдвоем, играли там, сказки друг другу рассказывали, пугали страшными историями, ставили палатку на берегу и там ночевали. ни секунды не жалею. Казалось бы, пастор, вроде бы пастор большой церкви, такая насыщенная жизнь, такая конференция тут такая. Милые мои, когда ты понимаешь, что все меняется, у тебя ценности другие. Не в этих изменчивых вещах, которые ты никогда не удержишь, и радость от которых мимолетна, а в чем-то невидимом, но более реальном. Дружба, любовь, настоящее верное отношение. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Это очень важные вещи. Вы знаете, если бы многие люди понимали это, то у нас разные были бы приоритеты, и мы бы рассматривали успех совсем не так, как сегодня многие рассматривают. Потому что, ну что бы ты ни сделал, какие бы там дома ни построили, вот небоскреб, вот в городе мы гордимся, у нас башни и сеть там строит, там Высоцкий, самые высокие небоскребы в России за пределами МКАДа. И что? Вот прям давайте гордиться этим. Однажды Бог взлетит, и так все свернет. Все. Насколько это стоящие вещи построить самый высокий дом? И что это в сравнении со своими теплыми отношениями? Мы живем в коттеджном поселке, где не бедные люди живут. Но я бы не сказал, что, знаете, нас окружает много счастливых людей. Вроде бы, знаете, жизнь у этих людей удалась, там машины, дома свои. Но можно иметь дом, можно иметь машину, и при этом холод в этом доме, холод в отношениях. можно жить в обычной квартире и наслаждаться любовью, дружбой, сердечной близостью. Это имеет ценность. Я вот на прошлой неделе читал о некоторых богатейших людях, которые как бы не совсем похожи на богатых людей. То есть они не ведут жизнь богатых людей, потому что у них ценности иные. Я троих из них приведу. Один из них Чак Фини, это создатель сети магазин Дутифри. То есть когда вы едете где-то в аэропортах, вы видите Дутифри, магазины. Вот он создатель, основатель этой сети. Он миллиардер. Его состояние 7,5 миллиардов долларов. При этом его называют миллиардером без миллиардов. Почему? У него нет машины своей. Он летает только эконом-классом. Живет в съемной квартире. Дурак, а? У него часы одни из самых дешевых. Что-то 15 долларов, что ли? 15 долларов. У нас некоторые... Ладно. Про часы не буду. Для нашей страны больная тема. Он не бывает почти никогда в дорогих ресторанах, кушает в закусочных, не ходит к портным делать такие костюмы по себе, а в обычных магазинах отоваривается одежных. Пользуется метро. Иногда тратится на такси. Можно сказать, ну, Плюшкин трясется над каждой копеечкой. На самом деле, за последние 30 лет он отдал на благотворительность более 6 миллиардов долларов. То есть, из своей 7,5 он отдал 6 миллиардов долларов. И сейчас планирует отдать оставшиеся деньги тоже на благотворительные проекты. Он тратит эти деньги на поддержку детей, у которых нет родителей, на образование, на здравоохранение, на содержание домов престарелых, на науку в разных странах мира. Богатейший человек. Какие-то другие ценности у человека. Другой известный миллиардер, особенно все его знают пользователей социальных сетей. Это создатель Фейсбука Марк Цукерберг. Тоже миллиарды долларов заработал. При этом он ведет удивительный, скромный образ жизни. Да, он не в съемной квартире, он купил себе дом, но этот дом далеко не такой дом, какой Цукерберг мог бы себе позволить. Владеет он тоже не хоть эксклюзивной машиной, и даже не там Мерседесом, БМВ. У него машина Аккора, то есть не самая, скажем так, дорогая машина. Ходит он, если вы видели его фотографии, чаще всего в обычных футболках. Его свадьбу, он тут несколько лет назад женился, так он свадьбу свою провел во дворе своего дома. То есть не стал арендовать какие-то там хоромы, хотя для него это было бы несложно. Когда они поехали с женой путешествовать на медовый месяц свой, то их журналисту с удивлением обнаружили кушающими в Макдональдсе. Миллиардер. И при этом он решил 99% акций своей соцсети отдать на благотворительность, на помощь нуждающимся, на здравоохранение, на поиск лекарства от рака и от прочего. Стоимость этого пакета, который он передает, 45 миллиардов долларов. 45 миллиардов долларов. И третий Ингвар Кампрат. Слышали такого? Ну, вы, может быть, его и не слышали, но его детище вы наверняка жители Екатеринбурга видели. Он создатель сети-магазин Икеа. Один из самых богатых шведов на земле. Он владеет миллиардами. При этом у него старая машина Вольво, которой уже более 15 лет. Летает он тоже только эконом-классом. В его доме мебель только из Икеа. Я как-то помню, что-то купил себя из Икеи. И мне такой, один из братьев пастор говорит, ты мог бы себе получше что-то купить. Уж не из Икеи. Это все ломается быстро. Плохая мебель из Икеи. Ну, вот у миллиардера Ингвара Кампрата мебель только из Икеи, кроме одного кресла. Вот кресло у него одно, его, не из Икеи. Этому креслу более 30 лет уже. Он на нем сидит, и когда ему жена говорит, что кресло уже можно бы поменять, он говорит, нормально, чуть-чуть потерлось, ну, и еще крутится, ездит на колесиках своих. Его часто видят в дешевых закусочных обедающим и с удивлением замечают, как он яростно торгуется на рынке из-за цены. При этом он является председателем фонда, который считается самым богатейшим благотворительной организацией в мире. Активы этого фонда достигают более 30 миллиардов долларов. Вот люди, как можно жить этими материальными вещами, когда мы понимаем, мир меняется, все проходящее. В что ты вкладываешь? не лучше ли вкладывать в отношения, вкладывать в любовь? И третья истина, о которой я хотел бы сегодня поговорить, она связана со второй истиной. мы тоже меняемся. Мы меняемся. Слава Богу, не только мир, но мы с вами тоже меняемся. Наша личность постоянно обновляется, постоянно меняется. И вот смотрите, первое послание к Коринфянам, шестая глава, девятый стих. или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего и Иисуса Христа и духом Бога нашего. Не случайно в Ветхом Завете сказано, что Бог не человек, чтобы Ему изменяться. Бог неизменный. А мы, слава Господу, изменяемся. И это истина тоже приводит большую радость в наше сердце. Мы меняемся. Все мы меняемся. Знаете, бывает такая проблема, вот ты заметил что-то за человеком, да, и тебе это не понравилось, ну плохо он поступил, неправильно поступил, и ты начинаешь про этого человека думать, не очень хорошо тоже. И уже проходит время, ты на него косишься, ты думаешь плохое, а человек уже поменялся, а ты думаешь о нем, как о том, который был когда-то несколько лет назад. Не случайно Библия учит нас не судить. Да, у нас порой бывают и позорные вещи в жизни, но, слава Богу, мы меняемся. Мы меняемся. Точно так же мы порой в отчаянии, когда мы что-то видим негативное в своей жизни. Но важно помнить, ты меняешься. Поэтому не только ближних не осуждай, себя тоже не суди. Есть люди, которые что-то сделали в своей жизни и годами не могут себя самого простить. Ты меняешься, дорогой. Слава Богу. Когда мы поем гимн о благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Слова написанные Джоном Ньютоном, который был пиратом, был работорговцем, наживался на страданиях людей. Однажды его коснулась Божья благодать, он изменился. Он стал новым человеком. В этом чудо божественной благодати мы меняемся. Апостол Павел говорит, «Да, воры, хищники, злоречивые и двослужители не наследуют Царство Божье». И кто-то из нас был таким. Но, слава Богу, мы омылись, осветились, оправдались именем Господа. Поэтому, что бы ни было, ты изменишься. Может быть, кто-то из вас скажет, «Пастор, у меня последнее время в жизни постоянная депрессия, просто мрак, мрак, мрак». Ты меняешься. Это не навсегда. Олег сегодня рассказывал, когда он проснулся утром, я думаю, многие себя узнали, бывает так, какой-то день серый, как-то трудные дела тебе предстоят, радости нет. Но, слава Богу, ты меняешься. И это может произойти вот очень быстро. Как Олег рассказывал, поднимешь руки к небесам и чувствуешь его благодать, как река, начинает изливаться в твою жизнь. Ты меняешься. Поэтому важно не только других не судить, себя не суди. Ты меняешься все время. Один человек мне говорил, «Пастор, ничего не могу с тобой поделать, такой я». Нет, ты меняешься. Ты меняешься. Зависть, гнев, агрессия, истеричность. Вот я вот такой истеричный, вот я такой агрессивный, вот я такой завидую всем. Ты меняешься. И во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет в третьей главе, 18-й стих. Мы же все, все, не только некоторые, не только пасторы, проповедники, все, и ты в том числе. Потому что дьявол всегда нам нашептывает на ухо, все меняются, но только не ты. Ты горбатого могилы исправит. Нет, это неправда. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. От славы в славу, как от Господня Духа. Важно быть честным и открытым. Вы знаете, настоящее пребывание пред Богом это предельная честность. Когда ты понимаешь, да, Господь, вот такой я, но я знаю, что когда я открываюсь перед тобой, взираю на тебя, я преображаюсь в твой образ. Не только грехи уходят из нашей жизни, наш характер меняется. Характер меняется. Например, некоторые, которые приходят к нам в дом и видят моего сына, а ему три года, но он очень активный, он приходит к нам дети, и он всем говорит за столом вообще, не умолкает. Были тут, мы недавно пригласили верующие на свадьбу, там сделали детский стол, и там дети шесть, восемь лет такие сидят, когда дети видят друг друга впервые, они такие все. И только мой сын встал на стол, вот такой, и все такие смотрят, ну, вы ли ты, папа? и я говорю, неправда. Это он не в меня, это он в маму. Потому что, когда я был малышом, маленьким ребенком, мальчиком был, может быть, кому-то, ну, трудно представить, я был очень застенчивым человеком, очень застенчивым ребенком. Я был молчаливым, я в компаниях молчал всегда. Я и подростком был молчаливым, и молодым человеком был молчаливым. Я даже, помню, в притчах прочитал, и дурак, когда молчит, похож на умного, думал, надо молчать. Правда, я вообще был молчаливым человеком. И когда Бог призвал меня в 19 лет, и мы начали служение, я стал пастором церкви, как раз вот это было в первое воскресенье декабря 1991 года. Два великих события произошло. Развалился Советский Союз, и появилась наша церковь. И вот у нас как раз в первое воскресенье декабря мы будем праздновать. Мы не будем делать конференции, я не хочу это сделать для кого-то, приезжайте, приезжайте, мы сделаем праздник для себя. Мы просто пригласили к нам нашего начальствующего епископа, мы его так называем, потому что по сути это архиепископ, ну его так не называют архиепископ, начальствующий епископ Сергей Васильевич Риховский, просто сделаем такой праздник два дня, сделаем такие собрания, вспомним, сделаем фуршеты, будем есть, пить, веселиться, радоваться и благословлять друг друга. Аминь. Так вот, когда в 91-м году я почувствовал призвание, что я должен стать пастором, для меня это было, знаете, необычно, потому что я был неразговорчивым, я не любил быть в центре компании, и то, что вы видите сейчас, мы меняемся. Я правду говорю сейчас, я совсем не походил на своего сына, это, он не в меня, и он тоже может измениться, вы понимаете, мы все меняемся, все меняемся, и характер может измениться. Если изменения происходят не так быстро, как ты ожидаешь, не отчаивайся, продолжай прилагать старания, побеждать плоть, и дух восторжествует в твоей жизни. И вот я хочу закончить вторым посланием Петра, первая глава, пятый стих. Второе послание апостола Петра, первая глава, пятый стих. Вы, обращается апостол к церкви, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Порой мы смотрим на нашу жизнь и нам плакать хочется. Господи, я столько лет уже в церкви, а вот все еще там обижаюсь, все еще злюсь, все еще завидую. Ну что же, Господи, что же, могила меня только исправит? Что? Апостол Петр утешает тебя, не отчаивайся, брат, не отчаивайся, продолжай прилагать старания. Ну я думал, что уже, ну не уже, но все равно все мы меняемся. У тебя же есть вера, иначе зачем ты пришел сюда? Иначе зачем ты будешь это пробовать смотреть? Значит, какая-то вера есть? Прилагай старания и покажи в конце концов в своей вере добрые дела, добродетель. Может быть, ты пока недоволен, у меня мало добрых дел, все еще злые дела есть. Ничего, прилагай старания и покажи вере добрые дела, проявляй добрые дела. И не останавливайся. В добрых делах покажи рассудительность, чтобы твои добрые дела не были просто добрые дела, а уже эффективные были добрые дела, потому что немало и аферистов, которые там ходят по церквам, деньги занимают, там бедными притворяются, да? И верующие безрассудные им там дают, нет, рассуждай, тебе мудрость нужна, кому реально нужна помощь. Покажи рассудительность, тогда твои добрые дела будут не только добрыми, но еще и эффективными. А в рассудительности что? воздержание. Это слово, которое дословно самоконтроль. Ты будешь мудр, что тебе нужно, что тебе не нужно, да? Самоконтроль, когда ты будешь на самом деле владеть собой, владеть собой лучше, сказано, чем... Что? А? Вот. Знаменитые слова есть в Ветхове Завета. Владеть собой будешь, а когда научишься постепенно владеть собой, появится терпение. Кажется, апостол, до сих пор нетерпеливый, придет это. До сих пор он придет. Будешь терпеливым человеком. Вы знаете, в свое время, когда мне открылась истина, что Бог, он везде, он не только на собрании в воскресенье, не только на конференции, везде. Я перестал нервничать, когда в пробке стою. Стоишь в пробке за рулем и думаешь, ну все. Кто-то там, наверное, какой-нибудь там приехал к нам из соседнего города, в аварию попал. Сейчас все стоим из-за него. Сидишь, излишни, сидишь, излишни. А сейчас я понимаю, нет жизни первого и второго сорта. Куда я бегу? Куда я суючусь? Куда я тороплюсь? Бог здесь со мной. Я могу там просто сидеть в машине и славить Господа. Включаю псалмы или какую-нибудь книгу, аудио включаю, слушаю, радуюсь. Бог здесь. Ну приеду я позже на 15-20 минут. Ну что? Я могу полноценно провести это время здесь, вот находясь прямо в машине, потому что Бог со мной. Он не ждет меня дома или на работе. Он здесь со мной. Или я буду сидеть тут нервничать, злиться, или я буду наслаждаться. Поэтому я так рад, Бог научил терпению. Бог научил радоваться. терпение. Ну и это не предел. Прилагай в старание и в терпении благочестие, когда ты в любой ситуации будешь вести себя достойно. Вот в нашей жизни часто происходит, когда мы порой ведем себя достойно, а как трудно, тяжело выходим из себя. как важно научиться всегда быть достойным. В любой ситуации являть благочестие. А в благочестии продолжай свое усердие, покажи братолюбие. Когда ты понимаешь, вау, как здорово. Вы знаете, я в последнее время, когда оказываюсь в собраниях верующих людей, я так рад. Вот не от того, что мы сейчас что-то будем делать тут. Просто я рад, что мы все вместе. Просто я вот рад. Я сижу, смотрю на вас. И мне хорошо. Мы верующие собрались все вместе. Я так рад. Нет ни одного человека в этом зале, кого бы я не любил. Ты скажешь, пастор, ты меня не знаешь. Слава Богу. Поэтому я так не люблю, когда пастор, мы с тобой поговорим. Я говорю, ой, с Богом поговорить. Меньше знаешь, больше любишь. Но на самом деле, братолюбие, у нас вот на прошлой неделе был собор в Москве, там все пасторы, епископы собирались нашего союза. И вот знаете, вот мы собрались, сели, я помню, вот я сел, смотрю на всех пасторов, кого-то я знаю, кого-то не знаю, кого-то знаю много лет, кого-то вижу впервые. Я думаю, слава Богу, вот трудятся люди на Ниве Божьем. Мы собрались все вместе. И даже не так важно, какие великие решения мы сделаем на этом соборе, примем на этом соборе, какие важные доклады прозвучат. Я там сам один из докладов говорил. Важно просто, что мы одно тело во Христе Иисусе. И вот просто от осознания этого уже хорошо, понимаете? Вот осознание этого уже хорошо. Но и на этом не нужно останавливаться. А в братолюбии любовь. Когда ты уже не просто братьев и сестер своих любишь, но даже вот грешников окаянных за пределами этого здания, которые шустрят по Екатеринбургу, особенно на Уралмаши их много. Но от такого воздуха как не грешить, понятно же? Ты любишь разных людей. Просто любишь. Просто любишь. И Петр подводит итог. Если это в тебе есть, пускай в виде семечка, не отчаиваясь-то, оно прорастет, оно умножится. Если это у вас есть и умножается, пускай не так быстро, но шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Я вот смотрю на некоторых из вас. Несколько лет назад еще кто-то из вас пьяницей был. Сейчас, слава Богу, вы благословенные люди, вы не пьете. Кто-то несколько лет назад там на солях сидел. Слава Богу, сейчас вы свободны. У кого-то из вас ни кола, ни двора не было, жизнь разбита была. Сейчас и семья, и дети. Слава Богу. Может быть, не так быстро, шаг за шагом, постепенно, верно, мы движемся вперед. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть истина о том, что мы меняемся, помогает нам в познании Господа. Есть вещи, которые сейчас меня во мне не устраивают. Мне это не нравится в себе. Но я не сижу вдвое, мне не нравится, я уже пастор, 25 лет в этом году. А все еще такие вещи могу делать. Как же так? От того, что вы занимаетесь постоянным самокопанием и самоосуждением, толку никакого. Самокопание, самоосуждение, это яд, которым вы сами себя травите. Намного лучше сказать, да, может быть, у меня еще не все нормально, но, слава Богу, я на пути. Я меняюсь. Я меняюсь. Я уже изменился, и я изменюсь еще больше. И я не останусь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. И все это скажут. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok